Евгению Андрееву 50 лет. В прошлом он сотрудник крупной компании, потом решил заняться бизнесом и, как это часто бывает, прогорел. Я оказался на улице, да, то есть у меня нету там зависимости алко-нарко. Просто остался без жилья. И это были новогодние праздники, идти было совсем некуда. Посоветовали. Говорят, есть такая организация. В доме трудолюбия Ной он живет с января 2019 года. За это время из разнорабочего дорос до руководителя социально-трудовой общины. Женился здесь же. Недавно родилась дочь Валерия. Начинал, как и все, с рабочего состава. Ездил на объекты организации. Работал на стройках, разнорабочем. Ну, ввиду того, что у меня были какие-то документы при себе, ну, не какие-то, а все практически. Потом я стал водителем. Подарили машину организации новую. Некст. Я вот работал на этой. Некст. Евгений говорит, что уже есть возможность уйти за пределы общины, но совсем не хочется. Здесь все. Здесь работа, здесь дом, семья, да. И вера, да. Не без этого. И как бы есть свои какие-то принципы уже. Там осознаешь, что ты делаешь полезное, ну, полезное дело. Ухаживать за стариками и инвалидами, помогать там старикам и инвалидам, как вот делают в наших других приютах, где старики и инвалиды. Это вообще круче, наверное, нету. Сейчас за Озерном живет около ста человек. Из них более двадцати – дети. Людям здесь помогают социализироваться, восстановить утраченные документы, платят зарплату, проводят духовные беседы, основанные на христианском мировоззрении. Всего за десять лет деятельности приют вообще не нашли около трех тысяч человек. Сегодня десять лет нашему первому приюту, в который мы стали брать так называемых социальных подопечных, то есть это бездомных стариков, инвалидов и женщин с детьми. До этого мы создавали так называемые рабочие дома, где 75% это были работоспособные мужчины, потому что именно ими был, что называется, завален весь московский регион. Они толпами везде там сидели, стояли, валялись. А женщин, стариков, инвалидов с детьми, их, женщин с детьми, вернее, их никто не брал, и их было относительно этих мужчин намного меньше. А вот уже к 14-му году, когда уже всех работоспособных мужчин разобрали, на улицах стали очень видны именно вот эти старики, инвалиды, женщины с детьми, которых рабочие дома брать не стали, потому что они прибыли не приносят. И вот мы первые стали забирать именно их. На юбилей общины приехали представители администрации нашего городского округа органов опеки и попечительства, уполномоченные по правам человека, священники, сотрудники силовых структур и надзорных органов. Какая была радость, когда организация появилась, начала развиваться, и уже мы вместе взаимодействуем, понимаем, куда человеку направить, где ему помогут восстановить документы, дают работу, крышу над головой, питание и какое-то новое будущее. В приюте свой кодекс правил, главное из них вести трезвый образ жизни и трудиться. Тут никто не сидит без дела, каждый выполняет работу по мере своих возможностей, а заняться есть чем. На территории свинарник, крольчатник, огород и старые одежды, которые попадают в приют, изготавливают набивку для подушек, затем их отправляют в зону проведения СВО. Юлия Швец в прошлой жизни работала бухгалтером, сейчас в приюте она вновь занимается сведением дебета и кредита. В приюте ей помогли вернуть детей и восстановить документы. Все, вот это все, что для меня сделала организация, это, ну я не знаю, это не имеет цены просто она, просто их помощь, она бесценна. И как бы мне просто повезло, что существует хотя бы одна единственная такая организация, в которой мне помогли. Мне помогли с детьми, мне помогли стать практически на ноги, мне помогли с документами, мне помогли стать полноценным гражданином Российской Федерации. Я очень благодарна и организации, в частности, Эмиле Варьеревичу. Всего в ведении Эмиля Сосинского 25 приютов. В них живут около 1100 бездомных. Наша модель помощи, она называется трудовая помощь, она была основана Святым Иоанном Кронштадтским в конце 19 века. Он говорил, что если хочешь помочь бездомному, дай ему жилье и оплачиваемую работу. Именно он сам будет себя содержать тем, что ты ему поможешь на себя зарабатывать. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.